Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова. И сегодня я буду готовить кабачковые котлеты с добавлением куриного фарша. Очень отличные котлеты, как будто полностью мясные получаются. Что мне для этого понадобится? Кабачки. У меня вот такие два огромные кабачка, переросшие уже. Они для котлет самые подходят больше всего. По весу они весят 3,8 кг. Куриный фарш 600 г. Лук 400 г или 2 крупных луковицы. Хороший пучок укропа большой. 2 зубчика чеснока. Растительное масло. Панировочные сухари для панировки. И вот здесь батон перемолотый на блендере 170 г для того, чтобы добавить в фарш. Также кориандр молотый, перец черный молотый и соль. Ну, сначала кабачки я чищу от кожицы. Они хоть у меня вот такие вот огромные, но кожица, как вы видите, зелёная, ещё мягкая. То есть они нежные ещё сами по себе. Так, теперь разрежем пополам, чтобы было удобнее. И вот так вот вдоль, чтобы почистить серединку. Ложкой удаляем сердцевину. Всё, кабачки очистились. Теперь будем их натирать на тёрке. Трём на крупной тёрке. Всё, потёрла все кабачки на тёрке. Чистой массы у меня получилось 2 килограмма 700 грамм. Так, кабачки солим по вкусу. Хорошенько перемешиваем. И оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили свой сок. Пока кабачки стоят, займёмся второй половиной, второй составляющей нашего фарша. Берём, значит, куриный фарш 600 грамм. Желательно, если есть возможность, чтобы он был прокручен 2 раза. Так он больше делается клейким и прочнее держит массу. Так, теперь мелко нарежем лук. Лук нарезанный даёт котлетам сочности, нежели его прокрутить на мясорубке. Лук отправляем к фаршу. Так, и теперь укропчик также мелко нарезаем. И добавляем к фаршу. Туда же трем на мелкой тёрке чеснок. Он придаст фаршу более выраженный сильный вкус мясной. Так, теперь добавляем фарш, лук, укроп, чеснок. И туда же добавляем чёрный молотый перец, пол чайной ложечки. И молотый кориандр, одну чайную ложечку. Кто не хочет, может, конечно, не добавлять. Но с кориандром намного получается вкуснее. И также солим по вкусу фарш. Теперь фарш нужно очень хорошенько вымесить. Прямо даже отбить его, чтобы он более развил свою клейковину. Чтобы белок сильнее набух и был более клейстым. Вот так отбиваем его. В общей сложности фарш вымешиваем минут 10. Пока он к рукам не приклеится. Да. А теперь берём кабачки. Они уже дали свой сок. Отжимаем их. И добавляем в фарш. Всё, кабачки отжали. Теперь сюда добавляем перемолотый на блендере батон. Или сухари панировочные. Но только домашние. 170 грамм. И всё хорошенько перемешиваем. Фарш нужно очень-очень тщательно вымесить, чтобы он был однородный. Всё, хорошенько вымесили. Фарш готов. Теперь делим котлетки. Фарш делим на заготовки для котлет. Вот так вот закругляем. И кладём на смоченную тарелку или поднос, как у меня. Вот так вот котлетку из руки в руку бьём, отбиваем. Как бы более плотным делаем котлету. Так, а теперь панируем котлеты в сухарях. Вот так вот. И кладём в разогретое масло котлеты. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Так, всё, котлетки обжарились с одной стороны. Обжариваем теперь с другой стороны. Переворачиваем. И жарим дальше. Всё, с двух сторон котлеты обжарились. Выкладываем их на тарелочку. Значит, котлеты мы обжарили с двух сторон до румяной корочки. Минуты по три. Стоит аромат потрясающий мясной. Таких мясных вкусных котлет. Теперь мы их отправим в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут. Чтобы кабачки полностью приготовились. Можно, кстати, их сразу поставить в духовку. Те, кто не любит жарить на сковороде, может просто поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. И через 15 минут перевернуть на другую сторону. И тогда они тоже получатся очень вкусными и красивыми. Ну всё, осталось только дождаться, когда они приготовятся и попробовать. Прошло 20 минут. Достаем котлеты из духовки. Вот такие они пышные, упругие, очень вкусные. Даем им немножко отдохнуть, несколько минут. Котлетки отдохнули. Вот они, выложили мы их на тарелочку. Можно кушать. Из 600 грамм, 600 грамм куриного фарша получилось 2 противня абсолютно куриных мясных котлет. На вкус просто мясные котлеты. Очень выгодно, очень вкусно, очень полезно. Отличный просто рецепт. Советую хотя бы один раз попробовать. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и отличного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok